Молитва Иоанна 3,16 В это время мы вспоминаем смерть и воскресение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Слава Ему, что Он пострадал за нас и дал нам возможность спасения. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И когда Он был на этой земле, Он дал нам примеры, как везти нас, когда мы живы. Когда Он исчелил больных, воскресал мертвых, проповедовал в синхоах и на улицах учил. Он также оставил нам примеры, чтобы нам пребывать в молитве. Марка 1,35 А утром встал весьма рану, вышел и удалился в пустыне место и там молился. Луки 6,12 В те дни зашел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Матфея 4,23 И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Иисус Христос молился, молился, мы видим, утром и вечером, днем и ночью, во всякое время и на всякой месте. И когда ученики спросили Иисуса, научи нас молиться, научи нас молиться, Луки 11,24 Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твое, и на земле, как и на небе, хлеб наш на суши, подавай нам на каждый день, и проси нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. В этом примере Иисус научил нас, как нужно молиться, и дал нам слова молитвы, но слова без веры мертвы. И апостол Яков своему посланию пишет, ну да просит верую, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и разбиваемой. Да не думает такой человек, получит что-нибудь от Господа, от Господа, Господа. И вот нам апостол Яков говорит, какую силу молитва имеет верой. Еще есть яркий пример апостола Петра, когда за его молилась церковь. Деяния 12.5-8. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно помолилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скуванный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал и свет осеил темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опьешься и убуйся!» Он сделал так, потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною!» И вот мы видим, как Господь ответил на молитву церкви, когда она прилежно молилась. И еще есть пример, когда Господь ответил на молитву Анны, когда она не взывала громко Господа, но молилась из сердца. 1 Царств 1.13. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илья шел ее пьяную. И потом мы видим, что Бог ответил на ее безмолвную молитву. 1 Царств 1.27. «О семь детяти молилась я, исполнил мне Господь прощение мое, чего я просила у Него». И вот мы видим, что Господь отвечает на молитвы с верою, даже когда мы не взываем громко к Нему. И это мы видим примеры Анны. И когда пророк Иоанна пошел в Неневию и проповедовал Неневии. Иоанна 3 глава. Было слово Господне к Иоанне вторично. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иоанна, и пошел в Неневию на слово Господне. «Неневия уже был город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иоанна ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говори еще сорок дней, и Неневия будет разрушена. И поверили неневитяне Богу, объявили пост, и делись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Невии. И он стал с престола своего и снял с себя царское облачение свое. И делся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Неневии от имени царя и велможливо, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастмише и воды не пили. И чтобы покрыты были вретище люди и скот, и крепко вопияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умил сердца и отворит от нас пыльший гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дело их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог и бедствие, у которого сказал, что не видит на них и не навел. Вот видим, что произошло в Неневии. Мы видим, как Господь отвечает на молитвы, когда они искренне перед Господом. И Бог услышал их. Как отвечал Бог на молитвы в эти времена, так Он и отвечает на молитвы народа сегодняшнего времени. Потому что Бог не изменяет, Он вчера, сегодня, в веки тот же. Аминь.